Сборы в Сочи открыли серию подготовительных тренировок к чемпионату мира основного состава женской сборной России по вольной борьбе. Мировой чемпионат в этом году пройдет в сентябре в Лас-Вегасе. Подготовка у сборной серьезная, ведь в США будут разыграны лицензии на Олимпиаду-2016. Естественно, команды будут стремиться максимально завоевать лицензии для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх. Еще в 2016 году будут одни континентальные соревнования, будет и два таких мировых лицензионных турнира, где будем добирать, если мы не доберем, значит будем набирать. Лицензии на чемпионате мира будет завоевать очень непросто, говорят тренеры. Конкуренция высока, да и японок пока обыгрывать не очень получается. А вот у Валерии Лозинской получилось выиграть одну из самых значимых в своей карьере медалей. Она чемпионка первых европейских игр, которые не так давно завершились в Баку. Теперь нацелена на первую в карьере Олимпиаду. Мне 22 года. Я попадала не из-за возраста, а потому что у меня два года не было в спорте, у меня серьезная травма была. Я восстановилась, пришла в команду. Сейчас занимаю первые позиции в команде. Параллельно с основным в Сочи проводят сборы и молодежный состав. Они тоже готовятся к чемпионату мира в Рио-де-Жанейро. Такой сбор бок о бок с уже бывалыми спортсменками, говорят тренеры, дает хорошие результаты. Это помогает им, так как они набирают уверенности, вырабатывают свой характер, как-то крепнут физически и психологически. Со взрослой командой тренируясь вместе. Кстати, сборы в Сочи вольники проводят в новом спортивно-тренировочном комплексе федеральной базы Югспорт. Залы пока работают в тестовом режиме, но условия даже сейчас уже устраивают атлетов. По завершении сборов, которые у вольников продлятся до 22 июля, при необходимости зал будет переоборудован под любой другой вид единоборств. Или, например, настольный теннис и фехтование. Готовится принимать спортсменов и универсальный зал. 23 июля сюда прибудут батутисты. Высота потолка в 16 метров позволяет выполнять даже самые высокие прыжки. А вообще универсальный зал – это четыре волейбольных, две гандбольных, столько же баскетбольных и мини-футбольных площадок. Так что наши сборные по разным видам спорта теперь будут приезжать в Сочи гораздо чаще.